Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И мы с вами через некоторое время вновь начнем рассуждать о том, что происходит сейчас на финансовых рынках и какие выводы, собственно, из этого можно сделать и с точки зрения торговли на них, и с точки зрения просто, я бы сказал, сосуществования. Человек, который не имеет опыта работы на фондовом рынке, тем не менее все равно не может совсем абстрагироваться, потому что события глобальные, события, происходящие в глобальном мире, нас в какой-то степени обязательно затрагивают. Тема сегодняшней программы, мы таким образом ее конкретизировали. Поговорим о российской валюте, границ валютного коридора расширены, будет ли дешеветь рубль при этом. Ну и, естественно, помимо этого мы поговорим о всем, что теоретически и практически может занимать нынешних инвесторов. Я представлю, прежде всего, гостей. Сегодня в студии «Сухого остатка» Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка. Добрый день, Наташа. Добрый день. И в студии Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит». Добрый день, Сергей. Здравствуйте, друзья. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Начиная эфир, я традиционно рисую картину маслом, что происходит сейчас, 15.05 в Москве. Что произошло к этому времени, да, и что происходит сейчас, именно в этот момент. Как всегда, мы комментировать начинаем с вами, с вчерашнего закрытия американских рынков. Основные индикаторы прибавили вчера американские. Половина процента Dow Jones, S&P 500 и чуть больше индекс NASDAQ, почти процент. Азиатская сессия также сегодня позитивна. 1,7% в плюсе Nikkei 225, индекс японский. И китайский индекс Shankai Composite на половину процента в плюсе. Ну, а Европа, тем не менее, не поддержала тенденцию эту, да, краткосрочную. Футси падает на полпроцента. И индикаторы российского рынка также в минусе 0,7% РТС сейчас показывает. 1267 его текущая котировка. И в минусе более скромном 0,3% индекс ММВБ 1330. Рубль продолжает слабеть в моменте и выше 33 уже стоит 1 доллар. Больше 33 рублей. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Сырьевые рынки. Прежде всего, нефть марки Brent выглядит стабильной, наверное, выше 102 долларов за бочку. 1263. Сейчас золото продолжает отскок после снижений на прошлой неделе. 1260 долларов за унцию. Ну, по сути, да, 60 долларов вот уже отыграло с пятничного падения. И смотрим на Форекс. Евро-доллар. Ну, тоже практически второй день в узком диапазоне. 1,3030 его текущая котировка. В общем, пока достаточно устойчиво выше 1,30. И торгуется инструмент. И набор голубых фишек сегодня разнонаправлен. Причем лидерами роста неожиданным, может быть, для кого-то. Сейчас являются АвтоВАЗ. Прибавляет он 4%. И столько же Аэрофлот. 4% в плюсе. Почти 2% Ростелеком. Обыкновенные акции. И столько же, примерно, Северсталь. Остальные все в минусе. ВТБ теряет 0,2%. Столько же Газпром. Ниже 110 торгуется бумагой опять. Сбербанк в минусе почти на 1,5%. Это 94 рубля 11 копеек. Ну, в общем, абсолютно, я бы сказал, такое ненаправленное движение. Да, разнонаправленное, ненаправленное. Нет идеи никакой. Сереж, давай начнем с тебя. Прокомментируй, пожалуйста, все, что происходит на рынке российском. Ну, и, может быть, глобально. Я вот сейчас как раз слушал о вас, Олег, и вспоминал, что, к сожалению, действительно, каждый раз, когда мы с вами встречаемся, и, как правило, следуют комментарии, что сегодня российский рынок снизился и дальше уже варианты. То есть, с этой точки зрения у нас тренд есть все же, да? У нас, безусловно, безусловно. Когда мы с тобой встречаемся в эфире, вот обязательно российский рынок снизился. К сожалению, не только, когда мы встречаемся, но тренд достаточно уже давний и, к сожалению, довольно-таки, ну, будем говорить... Устойчивый. Да, да, устойчивый, безусловный. А дело, конечно, он изменился. Вот, ну, возвращаясь к теме передачи, если что, мы видим в последнее время. Ну, конечно, давайте поговорим немножко про валюту. Хорошо, давайте. Давайте, да. Значит, вот сейчас я услышал уже от вас, потому что пока, когда я выезжал с места работы, что рубль же пробил 33, вот, в общем-то, сомнений в этом не было. Я уезжал, было там 32,98, что-то такое. Вот, ну, что сказать, на самом деле, в общем-то, конец того месяца был зафиксирован уже на этих, примерно, границах где-то, подходил к 33. Вот, в конце месяца, опять же, поддержку оказывали рублю некоторую, будем говорить, то, что был период налоговых выплат, то есть спрос на рубль все-таки был. Вот, и я думаю, именно это немножко сдержало в немалой степени, ну, были еще другие причины, но, тем не менее, это основное, я думаю. Поэтому у меня не было никакого сомнения, что с началом нового месяца все-таки рубль уступит, да. Вот, что еще можно добавить, Наталья? Ну, если говорить о рубле все-таки, да, Сережа, ты видишь его дальнейшее ослабление, и куда-то, куда-то... Тут я бы так вот не сказал однозначно, да, то есть, что вот он будет дальше, так же, как российский фондовый рынок, неуклонную поступь, так сказать, двигаться в своем направлении. Нет, я считаю, что здесь будут движения разнонаправленные, если говорить о долговременном тренде, да, куда все-таки направлено, ну, да, да, я думаю, что ослабляться он будет, но не так вот однозначно с движениями, с коррекцией, с движениями. Ну, 33, это действительно очень хороший уровень, я думаю, что его на этих, на этой границе немножко поддержат, немножко поддержат. Вот, если же говорить о, ну, допустим, на месяц вперед, да, ну, да, я думаю, что через месяц мы его увидим несколько, несколько выше, ну, в смысле... Ну, дешевле, дешевле, да, то есть, 33 может быть, 34 и дальше, да. Ну, 34 за месяц нет, конечно, я думаю, 33, 40, 33, 50, вот это вот вполне реально. Я понял. Спасибо, Сережа. Наташа, сейчас твою мысль тоже мы услышим, у нас есть звонок, давай послушаем. Максим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, Олег. У меня вопрос к вашим гостям и к вам. Ну, не складывается ли такое впечатление, что вот это вот, как бы, некая девальвация ослабления рубля совпадает с очередным сезоном отпусков? Алло, алло, Максим. Алло, да. И, скажем так, несет сезонность. Ну, сезон отпусков... Заставить людей скупить поболее дорогих долларов, как бы, ну, год назад мы видели и 34, вот, а осенью было 29,60. Вот, вопрос, вот, если в перспективе, скажем так, через полгода планируются траты в валюте, имеет ли смысл подождать? Угу. Чтобы купить ее, да, сейчас, чтобы ее купить? Да, да, да. Ну, сейчас, как бы, я думаю, что вряд ли это надо. Я понял, Максим, спасибо за вопрос. Сейчас мы, собственно, на него ответы послушаем. Сергей. Ну, Максим, я, на самом деле, не стал бы проводить вот такие параллели. То есть, вот это вот движение валюты, приуроченное к отпускам, на самом деле, сейчас уже не совсем актуально. То есть, если раньше были периоды отпускные, вот, ярко выраженные, да, даже на рынке было такое вот мнение, что, вот, июль, август — это, вот, мертвые месяцы, потому что все ушли отдыхать. На самом деле, сейчас все это уже расслоилось очень сильно. Вот, многие люди предпочитают отдыхать зимой, весной, осенью. Наташа в сентябре. Моя коллега, да, которая тут сидит в студии, сказала нам, что она отдыхает совсем в другие сезоны, не в июле. Поэтому, нет, я бы не стал. По крайней мере, моя точка зрения, что это никак не связано. То есть, я так понимаю, логика Максима, да, что вот... Ну, да, что народ собрался на Черное море, но с другой стороны, да, со стороны Турции. Совершенно верно. Покупает активно доллары и самое время, соответственно... Да, и самое время впарить ему подороже. Наташа, ты с этой точки зрения не согласишься? Ну, да, я соглашусь, что вряд ли это как бы связано с текущей котировкой, там, возможно, выросший спрос на наличную валюту в связи с сезоном, потому что это все-таки два разных рынка абсолютно, да, когда мы смотрели, рынок наличной валюты, и он просто привязан к бирже, да. А курс биржевой, он определяется все-таки другими факторами, вот. А там спрос со стороны населения, он даже в объемах биржи, он там малозначительный, собственно, никаким образом не привязан. Вот, поэтому... Насчет того, что вряд ли связано, да, это как бы вряд ли связано, и хорошо то, что вот Максим ответил, то, что курс год назад был 34, да, то есть фактически ничего такого катастрофичного, на мой взгляд, сейчас не происходит на валютном рынке, и вот эти вот разговоры о девальвации, которые мы там в последнее время как-то ученые слышим, мы их слышим периодичностью каждый год, в принципе, действительно у нас... Примерно в одно и то же время. Наташа, ну, тем не менее, смотри, извини, сейчас ты продолжишь, я хотел бы уточнить, вот вопрос Максима заключался в том, что есть некая сезонность в ослаблении рубля, он связал эту сезонность с желанием, да, обычных россиян уехать в отпуск, и вроде бы на этом основании они покупают доллары, но вот, к сожалению, да, по достаточно высокой цене. Ну, Эд, с этим, да, основанием ни Сергея, ни ты не согласились, ну, а сезонность все же вот в движении рубля-то присутствует все-таки какая-то? Ну, определенная сезонность есть, например, первый квартал у нас традиционно рубль крепляется, да, то есть вот если мы посмотрим, это однозначно. Сейчас происходит ослабление, но я бы не сказала, что оно связано с сезонными факторами, но они могут быть добавляют, там, не знаю, там 30-40 копеек, да, но это как бы не основное движение. Все-таки в основном это мировая ситуация, в прошлом году у нас было в Европе как раз, кризис был летом, да, в связи с этим вот это все произошло. То есть получается вроде бы, да, все... Хотел бы добавить, вот, кстати, интересную сезонность, я бы, наверное, связал скорее опосредованно с курсом, сезонность скорее сказывается на ценах на нефть, то есть есть определенное увеличение спроса с так называемым началом автомобильного сезона, отопительного сезона, все это играет на цену нефти, а уже вот опосредованно, то есть цен на нефть и стоимость рубля, вот я бы тут связал непосредственно и очень четко. Я понял. Наташа, сейчас к тебе тот же самый будет вопрос, ну, с которого мы начали. О, видите, как время пробежало. Я прошу прощения, Александр, побудьте на связи, пожалуйста, мы ответим на ваш вопрос. Сейчас новости на Финам. Итак, друзья мои, продолжим наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка и Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка «Стройкредит». Говорим мы, ну, так уж получилось вначале, о российской валюте, и у нас есть звонок, слава богу, он не сорвался, на связи Александр. Александр, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, вот хотелось бы услышать ваше мнение на такое, что ослабление рубля связано с будущими выборами, ввиду того, что партийные кассы, возможно, в долларах или в евро хранятся, а рассчитываться надо все-таки рублями, поэтому курс вот такой сейчас. Понятно. А выборы куда, Александр? Выборы в области, в Московской, в Москве, и вообще в России есть еще же выборы. Ну да, муниципальный, да? Ну и не только муниципальный, по-моему, восьми у нас будет федеральный выбор, это губернский. Губернский. Спасибо, Александр. Тоже интересный, неожиданный такой вопрос. Да, Сереж. Ну, на самом деле, я вообще противник кассирологических теорий в этой области. Не, ну здесь практическая теория, вы знаете, что нужны деньги. Коллега правильно совершенно сказала, что, ну, есть разные сектора рынка, казалось бы, объединенного одной валютой, да, но на самом деле, я считаю, что, ну, во-первых, будем говорить, что все-таки не надо представить власть как вот какое-то одно закулисное лицо, которое там вот что-то творит, делает что хочет, потому что есть Центробанк, да, у которого свои задачи, есть Минфин, у которого задачи также свои, во многом параллельно, но тем не менее, есть, допустим, исполнительная власть, да, которая любит подозревать в каких-то махинациях. Вот. На самом деле, я не думаю, что развертывание инфляции, да, ну, посуществует девальвация, ну, предполагаемая девальвация рубля, она введет к инфляции, что она на руку, будем так говорить, власть продержащим. Какие бы ни было там возможности сэкономить один или два процента на эту делу. Смотри, да, то есть, другими словами, смотри, вот если задачу, все-таки предположить, что таким образом задача решается, да, вот наполнение партийных касс, но столько проблем возникает при этом, это слишком... Это слишком дорого, и главное, может быть, какие-то партии в этом заинтересованы, но они достаточно далеко власть. Ну, от этого, да, будет, будет, уж я не просто говорю, там, народную строительную экономику. Я думаю, один из краеугольных камней, ну, вот, того периода, в котором мы сейчас находимся, это финансовая стабильность, да, стабильность рубля. Жертвовать ей ради вот таких семиминутных и мелочных вещей, я думаю, совершенно... Я понял, я понял, Сережа. Наташа, твое мнение. Да, вот, когда Сергей начал говорить про конспирологические теории, просто мои мысли прочитал, на самом деле. Не, ну, теория Загров всегда так красива, что существуют какие-то там, да, два, три, десять человек, которые сидят вот так и вот этими... Да, это интересно, но я вот тоже совершенно не согласна. У нас по поводу рубля есть совершенно четкий механизм ЦБ, как он реагирует на колебания рубля, при каких он уровнях проводит, какие интервенции, это все прописано на сайте, находится в открытом доступе. И у нас, собственно, прописано то, что мы переходим к свободному курсообразованию, там, к 2015 году эту политику никто не отменяет. Просто, как бы, говорить о том, что кто-то сейчас целенаправленно воздействует на какие-то там курсовые колебания в ту или иную сторону, ну, как бы, мне кажется, нелогично. Понятно. Вопрос, ответ, точнее, ваш понятен на вопрос Александра. Вернемся к вопросу Максима. Ну, первую его часть, в принципе, вы обсудили, да, сезонность, существует ли сезонность в динамике рубля, и с чем эта сезонность связана, на это ответили мы. А вторая часть вопроса была, вот, Максим собирается, да, какую-то крупную покупку, осуществлять в долларах, я так понимаю. Через полгода, по-моему. Да-да-да, он говорит. Вот когда покупать доллары? Наверное, не сейчас, Серж, да, Сереж? Покупать доллары? Ну, на самом деле... Ну, сейчас вот один доллар стоит 33 рубля. Не, на самом деле, я бы, я говорю, я не уверен, что, допустим, сегодня выгоднее, чем завтра, но то, что сегодня выгоднее, чем, допустим, через два месяца, я думаю, что да. То есть через два месяца будет дороже доллар. Я думаю, через месяц будет дороже. Вот, поэтому, да, там много сопутствующих факторов, конечно, где эти деньги взять, подо что, там, как, но если так вот упрощенно, то я думаю, что доллар будет дороже. Не, ну, где деньги, я так понимаю, у него есть деньги? Не, ну, мало, может, он где-то берет взаим, там, проценты по взаиму, там, много сопутствующих факторов, может быть, да. Это детали, это детали. Наташа, ты как думаешь? Вот у меня, на самом деле, другая точка зрения. Да-да, смотри, опять мы вернемся, если уж логически рассуждать, к сезонности. То есть, традиционно, ну, по разным причинам, по каким-то, да, неважно сейчас даже об этом. Мы говорим, летом, да, весной, летом рубль слабеет. А к началу осени, да, там, к началу, к отопительному сезону, как ты правильно говорил, вот, он будет укрепляться. Так, наверное, есть смысл подождать, что он укрепится. Понятно, что, трудно сказать, цифры, которые будут стоить, там, в сентябре, в октябре. Да, ну, в общем, мне кажется, логика в том, чтобы подождать, сейчас есть, потому что, ну, все-таки, ждать, там, дальнейшего какого-то сильного роста, ну, может быть, да, какие-то выбросы скачкообразные, но вот чтобы он, там, к концу года вырос, там, до 34-х и на этих уровнях остановился, все-таки, ну, на мой взгляд, должна быть либо нефть уйти ниже 100 долларов, все-таки, за баррель, чего пока мы как-то не видим. И слава богу. И слава богу, да, и, в принципе, уже, ну, как бы, котировки нефти у нас более-менее стабильны, там, последние несколько лет, и как-то нет таких сейчас ожиданий, да, какого-то обвала. И точно так же по оттоку капитала. Мы сейчас видим, что в моменте он резко-резко увеличился, да, там, последняя оценка была 8 миллиардов долларов. Да, какие-то сумасшедшие деньги. То есть, все-таки, чтобы он до конца года вот по 8 миллиардов долларов ежемесячно утекал, это должны происходить какие-то, ну, ярко негативные события, да, то есть. Глобальные события. Да, да, да. То есть, на мой взгляд, что все-таки вот этот прогноз ЦБ, что отток капитала снизится, он имеет право на существование, он достаточно обоснованный, и, ну, исходя из этих предпосылок, да, я жду, что все-таки доллар к концу года, он подешевеет, ну, хотя бы копеек на 50, вот так вот. Я понял. Ну, смотри, как минимум мы ответили на вторую часть вопроса Максима, стоит подождать для того, чтобы доллар купить, да, и тогда, если позволишь, вот, вопрос номер один, с которым мы начали программу, к сожалению, да, звонки тебе не дали ответить, и я хотел бы услышать все-таки твое мнение. Итак, мы сейчас видим ослабление рубля, вот эта динамика, ну, может быть, в кратко-средней, долгосрочной перспективе продолжится или завершится, так вот, что в основе этого ослабления, это ведь не только, я так понимаю, твоя точка зрения, она прозвучала уже, это не только внутренние события в российской экономике, может быть, даже не столько, да, а прежде всего некие глобальные, так сказать, идеи, глобальные тренды, вот что это за идеи, Наташа? Ну, безусловно, глобальный тренд у нас сейчас после заседания ФРЭС, которое произошло там на прошлой неделе, вот, было объявлено о том, что Федеральный резервный банк США готовится сворачивать меры по стимулированию экономики американской, это привело к укреплению доллара США, собственно, ко всем валютам, в первую очередь это к сырьевым валютам, да, мы фиксировали отток капитала там с развивающихся рынков, точно так же Мексика, Бразилия, они абсолютно в таком же были состоянии, да, то есть у нас наложилась сейчас некая, ну, такая слабенькая нефть на уровне 100 долларов и вот этот вот тренд на укрепление доллара к большинству валют, то есть евро-доллар там все-таки отдельная ситуация, вот, а большинство валют... Мы о ней поговорим попозже, если не узнаете. Да, 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 то есть мы видим, что доллар сейчас достаточно крепок, именно по ожиданиям того, что ФРС скоро будет сворачивать меры. То есть, да, на случай рубль пошел, да, вот... Пошел за всеми, за всеми остальными, доллар начал расти и, собственно, эта участь, сия участь рубль, рубль не миновала. Ну, а, собственно, сдержать его от дальнейшего ослабления могут уже факторы сокращения оттока капитала, я так понимаю, да? В первую очередь, да. В первую очередь. Кстати, вот ты говоришь, Минфин, ЦБ, да, ждут все-таки там к началу осени, да, этот процесс немножко замедлится, а на каком основании? Ну, дело в том, что те уровни, которые фиксировались в мае, они все-таки явно превышают средние значения, да, которые там были в прошлые месяцы. То есть даже уже сейчас мы видим, что там у нас за первые пять месяцев утекло порядка 35 миллиардов долларов. Это очень большие темпы оттока. Вот. В целом, сказать, что какая-то катастрофа происходит на рынках, ничего не происходит. Нефть, в принципе, около 100 долларов, она остается стабильно для нашей экономики, это нормально, чтобы получать там экспортную выручку, да, чтобы по ней платить, и у нас идет приток валюты в страну, собственно, по этому каналу. То есть единственное, что нас волнует, это вот этот непрекращающийся отток, и даже если закладывать отток капитала, ну, просто темпы чуть-чуть пониже, более близкий, скажем так, к средним значениям, то, в принципе, по рублю картина получается уже. Не такая печальная. Не такая печальная. Кстати, в данном случае, да, вот основание, почему отток капитала, это эффект высокой базы такой, знаешь, да, потому что слишком много уже утекло, значит, ну, скорее всего, через какое-то время сократится, потому что по-другому быть не может. Ну, я единственное, что мог бы добавить, я с Натальей абсолютно согласен в том, что, да, темпы оттока капитала, они, ну, наверное, будут пониже немножко. Причем это вопрос даже не каких-то там настроений, да, рыночных, а просто даже статистики. То есть в этот отток же ведь входят в том числе корпоративные долги, которые составляют, кстати, немалую долю, там, по-моему, 13 или 15 миллиардов. Вот, они должны быть выплачены в ближайшее время или уже выплачены. То есть, естественно, после того, как корпоративные долги будут выплачены, то есть обязательства будут исполнены, они прекратятся. И, соответственно, на этот объем уменьшатся. Вот, но я все-таки считаю, продолжаю считать, что рубль идет вниз по отношению к доллару не столько потому, что вот, будем говорить, рубль растет, ну, из-за настроения Федрезерва, да, прекратить или в ближайшее время рассмотреть вопрос о уменьшении вот этого денежного, так сказать, накачивания. Я думаю, что вот, например, тот же фондовый рынок, который я, в общем... Представляю. Представляю, да, чуть-чуть больше. Вот, он же ведь тоже одно время держался на нефтяных котировках. Вот, я очень хорошо помню, как 2003 год, перед началом вторжения в Ирак, настроения были такими. Вы представляете, что будет? Нефть вырастет до 40 долларов за баррель, да это же фондовый рынок там уйдет, просто индекс РТСД уйдет. Вот, и что мы сейчас видим? Вот, 100 долларов, да, а это мало, рынок сползает, сползает уже, и со 120 тысяч, когда стоил. Ну, то есть, ясно, надо говорить о том, что вот эта жесткая взаимосвязь, она потеряна, да? Я думаю, что, да. Акануне кризиса восьмого года 140 было, да, нефть? То, что верно в отношении других валют, не совсем верно в отношении рубля, тут больше других факторов на его сползание. Ну, безусловно, да, не один уже фактор, и, наверное, стоимость нефти-то... Да, поскольку инвесторы на российском, иностранные инвесторы на российском рынке всегда отличаются повышенной нервозностью и паническим настроением, я думаю... Ну, их можно понять. Да, я думаю, ситуация этак с тем, что Федрезерв опять начинает разговор о том, что подсократит свою программу, и он уже застал их далеко на Западе. Она уже давно не в России. Ну, наверное, ну, понятно, что, знаете, люди переживают. Наташа, смотри, если вернут к сырьевым площадкам, ну, если традиционно мы объединяем, там, да, это нефть, это промышленный, это драгоценный металл. Последние события, все-таки, опять говоря, это некая нелогичность поведения рынка, да, хотя, в принципе, если можно термин употреблять. То есть нефть относительно стабильна, а металлы и промышленные драгоценные, да, далеко на юг, что называется, уехали. Достаточно вспомнить золото, да, котировки его просто вот уже там на многолетних минимумах. К сожалению, опять, да, не успеем мы ответить на этот вопрос и поговорить об этом, но это, на мой взгляд, очень-очень важная тема все-таки, да, некая раскалилляция здесь наблюдаешься. Конечно, да, это интересно. Значит, друзья мои, отвечать на этот вопрос мы будем после новостей. Сейчас еще раз новости на Финам.фм. И еще раз я напомню, пока есть немножко времени, что сегодня в студии сухого остатка Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка, и Сергей Александров, начальник отдела продаж и инвестиционных продуктов Банка Строй и Кредит. Обсуждаем мы, как всегда, текущую ситуацию на финансовых рынках. Сейчас новости на Финам.фм. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Мы обсуждаем сегодня, ну, в частности, прежде всего, да, ситуацию на денежном рынке, да, ситуацию с российской валютой. Забавно, рубль дешевле не будет. С вопросом стоит у нас сегодня тема, и я вижу момент дешевеющий, рубль. Вот такое бывает. Еще раз напомню, в студии сегодня Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка, и Сергей Александров, начальник отдела продаж и инвестиционных продуктов Банка Строй и Кредит. Для вас, уважаемые слушатели, я тоже хочу напомнить, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну, а мы, уважаемые коллеги, давайте продолжим разговор. Итак, Наташа, вот, так сказать, затрагивая тему сырья и все, что рядом, да, что называть, ну, вот опять в контексте того же, да, что влияет непосредственно на курс рубля к доллару. Значит, мы видим относительную стабильность на нефтяном рынке и валится просто металл и промытый и драгоценный валится, мама, не горюй. С чем это может связаться? Да, ну, мне кажется, тут есть две основные темы. Это, во-первых, это пресловутое вот это вот ФРС, сворачивание мер, которое, собственно... Оно везде сейчас, да? О чем мы не говорили, это присутствие Федрезерва везде. Оно сбавляет цены на, грубо говоря, такие активно спекулятивные направления, в том числе, в первую очередь, наверное, это золото, да, которое у нас в последнее время было очень раскручено инвестиционной идеей. Я вот помню буквально там полгода назад, когда разговаривала с знакомыми, еле могла отговорить людей вот не покупать золото, потому что все говорили, оно 10 лет растет. Причем знакомые бегут наверняка в банк, да, и если уж не открывают металлический счет, то покупают, не дай бог, слитки, да? Ну, пытаются, да. То есть они не открывают брокерский счет, да, и там фьючерс на золото не покупают. Да, основная идея была покупать золото, потому что оно растет там уже 10 лет. И будет расти. Да, и, в общем, люди, ну, как бы много даже физических лиц, которые, в принципе, далеки от финансовых рынков, они как-то восприняли эту идею, не говоря уже там о крупных каких-то фондах, там, крупных спекуляциях. Вот сейчас, в принципе, эта идея о том, что все денежные власти активно накачивают рынки деньгами, она сейчас сходит на нет. Постепенно даже начинает разворачиваться, что приводит к укреплению, ну, как вот я уже говорила, доллара. Собственно, золото — это как бы альтернативная валюта, поэтому точно так же укрепление доллара сказывается на падении котировки золота. Да, тем более, что традиционно золото оценивается в долларах США, да, если стоимость на металл падает, то доллар растет, точнее наоборот. Хорошо, о промышленных металлах. Почему они так себя тоже волатильно ведут сейчас все-таки? Что-то должно быть поддерживать в нынешней ситуации? Ну, как минимум, если сравнивать с нефтью. Промышленные металлы, мне кажется, тут идея та же самая, что спекуляции на рост активной сейчас нету, в принципе, в этом сегменте. Но, с другой стороны, у нас есть Китай, который, в общем-то, тоже активно у него экономика измедляется, и это добивает, скажем так, цены на металлы. Извини, перебивай, я на секунду вчера буквально вспомнил, ну, в какой-то «желтой», ну, в кавычках газетке, видимо, не очень профессиональный с точки зрения финансовых рынков, был заголовочек. Китай отказывается быть локомотивом мировой экономики. Ну, то есть вот в этом спектре, да, мы надеемся все время на рост Китая какой-то запредельный, и это, по идее, должно поддерживать, да? Да, и то, что сейчас вот начинает выясняться и по какие-то там несостыковки в китайской статистике, говорят о том, что темп роста там выше 8% были во многом рисованы, и сейчас, если мы увидим 7%, то это будет уже хорошо. вот, и, ну, собственно, Китай замедляется, и спрос на металлы там падает с этой стороны. А то, что США продолжает расти, в принципе, да, мы видели неплохую статистику, даже, я сказала бы, хорошую по американской экономике, это компенсируется у нас вот этим сворачиванием мер ФРС, на мой взгляд, относительно США. Ну, я только могу добавить к словам Наташи, что действительно индексы промышленной активности во всем мире либо замедляются, либо находятся у опасной черты, которая отделяет их от стагнации, да, и поэтому действительно все вот эти, не даром их называют промышленные металлы, да, они, ну, собственно говоря, на чем расти? Ну, прямую связаны. Да, то есть, если, допустим, нефть, это кровь экономики мировой, да, то вот это вот металлы, это, будем говорить, ну, мышцы, то есть, кровь, она пульсирует, пока организм жив, кровь в нем есть и обновляется, и она нужна, вот, а вот мышцы нарастить, да, ситуация не самая лучшая, скажем так, что экономика уже признана в некоторой стадии заболевания, да, вот человек должен выздороветь, потом уже накачиваться, там, наращивать мышцы, и тогда развивать. Хорошая метафора у тебя сегодня, я тебе хочу сказать. Удачная. Удачная метафора, то есть, мировая экономика, как некий организм, да. Да, безусловно, это так и есть, да, организм. И вот видишь, да, у нас нефть, это, да, это кровь. Да, отличное сравнение. Здорово, здорово. А, кстати, по поводу мышечного тонуса, о золоте пару слов скажи, не ждешь ты, так сказать, окончания этого падения? В принципе, я вот смотрю на глобальный график, на месячный, да, как минимум, вот хороший уровень, 1180, все откорректировалось, все почти 50%. Хорошая, на самом деле, да, все это правильно было сказано совершенно и про затянувшийся рост, и про спекуляции, и про, ну, как бы это ни обидно было, есть такой термин, когда домохозяйка начинает скупать какой-то актив, жди его падения. Это вот пример, вот то, что Наташа про знакомых. Имеет в виду, конечно, не женщина, которая у себя дома, а люди далекие от рынка, это понятно, да. В Америке есть еще более обидное сравнение, поэтому не надо. Политкорректно промолчу, ну, прорасовывающийся. Нет, ну, мы понимаем прекрасно, да, когда начинают покупать уже все, кто далек от этого, то жди падения, это известно. С другой стороны, все-таки есть такое понятие себестоимость добычной. Вот. Она сейчас, то есть понятно, что чем дешевее, так сказать, актив добываемый, тем менее, ну, рентабельно становится. И многие производства уже стали нерентабельны, добыча, добыча производства стала нерентабельна. То есть, предложение, ну, естественно, сокращается. Вот, поэтому я все-таки думаю, что, ну, наверное, где-то, я сильного движения вниз уже не жду. Я уже не жду. Да, он очень здорово откорректировался, практически от 2000 долларов за унцию. Да, 1180 был минимум пятница. Там, 200 с небольшим было, да. Вот, очень сильный действительно показатель. И я думаю, что он где-то... Вот, другое дело, стоит ли сейчас вкладываться? Наверное, нет. Наверное, нет, потому что рост, я думаю, что если он и будет, он будет уже... Сережа, я правильно понимаю. То есть, он может быть слишком глубоко-то и не пойдет. Он, говорю, актив, оно золото, там, как угодно, да. Но и вряд ли будет вот этот глобальный рост какой-то, опять, каям историческим и выше. Не похоже, да, вроде не с чего. Потому что для этого фундаментально, я правильно понимаю, да. Ведь мы, когда говорили о КУЕ-3 и о дальнейших, там, каких-то программах смягчения, то эти ожидания рождали ожидания инфляции, да. Кстати, вот, опять же, интересно, я перебью, да, что рост, вот Наташа правильно, опять же, сказала, рост золота начался еще до начала вот всех этих кризисов для официального. То есть, это как некоторый опережающий индикатор можно рассматривать. И вот то, что мы сейчас видим у резкого снижения, это может быть как раз положительный, так сказать, ну, опять же, признак. Положительный индикатор. Признак для золота и для экономики. Для экономики. Для золота как раз не очень. В данном случае они в противоположной фазе идут, да. Ну, ведь, в принципе, да, вот это обвальное падение, последнее, ну, апрельское и последнее, недавнее, это как раз сдувается пузырь, ETF-ы выходят, да. Да, да, да. У них-то было только бумажное золото. Они же, так сказать, не заморачиваются. Поэтому я думаю, что где-то мы на уровне находимся, на котором вполне возможно рождать стабилизацию металла. Вот. С точки зрения вложения в золото я сейчас не вижу интересных вариантов, но если только люди не используют его как-то по-другому, там, в ювелирных целях еще как-то. Ну, может, золото добывающие компании могли бы интересно быть? Нет сейчас? Учитывая, что действительно, вот, цена уже там на уровне себе стоимость. Я вот сейчас не готов рекомендовать. Наверное, скорее нет, чем, да, ну, в моем понимании, нужно исследовать более глубоко. Вот. Я просто думаю, что тот же депозит, он сейчас гораздо более привлекательный выглядит, чем просто... Привлекательный и надежный, да? Даже металлический счет тоже, на котором мне это надоется. Привлекательный и надежный. Молодежный, конечно. Да, с точки зрения, вот, ну, привлекательности, Наташа, давай, депозита, поскольку ты человек, который непосредственно с денежным рынком, да, работаешь, действительно ли это так? Ставки депозитные все еще высоки, там, в районе 12-14%, как было полгода назад, или все-таки немножко уже ситуация меняется? К сожалению, если мы посмотрим на ставки, то они снижаются, и снижаются уже, собственно, ну, там, с января, если не ошибаюсь, когда у нас максимум были зафиксированы, вот, потому что все ждут снижения инфляции, банки ждут снижения ставок ЦБ, и, как бы, собственно, кредитование замедляется, и нет потребностей в таких вот дорогих ресурсах. Поэтому, если вы найдете сейчас, там, слушатели найдут вклад по 12-14, я бы рекомендовала вкладываться. Это удача, да? По 14, наверное, уже нет давно. Я думаю, что да, то есть там, 12, это будет тоже прекрасно. 12 с небольшим, это совсем максимум, который я где-то видел. Но все равно это неплохо, да? И, наверное, банк, который предлагает, да, у него есть, либо у него есть серьезные какие-то проблемы с ликвидностью, либо просто он не в тренде, да? Ну, либо это розничный банк, который те же деньги отдает, там, по 30-60 процентов. Это нормально. Я считаю, что проценты, превышающие практически в два раза инфляцию, это, как бы, это даже, честно говоря, очень щедро. Очень щедро. Несмотря на то, что, надо опять подчеркнуть, да, у нас есть и страховая сумма, 700 тысяч, сейчас она, да, через какое-то время уже будет миллион. Обещали нам, да. Обещали, да. Все это, да, дает основания нам, чтобы, чтобы, в банковский депозит верить. Хорошо. Сереж, ну, два слова буквально, у нас сейчас опять новости очередные, два слова о том, что делается на фондовом-то рынке, ты как специалист. Я, кстати, еще раз, если позволишь, да, должность твою прочту. Начальник отдела продаж инвестиционных продуктов. Вот что за инвестиционные продукты сейчас, если опять не говорить, да, о банковском депозите и пресловутом драгметалле. Но, тем не менее, тем не менее, всегда находятся люди, вот, я не знаю, может быть, мне так везло, безусловно, большая часть игроков приходит с целью выиграть денег на фондовых площадках. Вот термин именно этот употребляется? Выиграть? Выиграть, ну, да, выиграть. Ну, не к тому, что не заработать, а именно выиграть. Ну, какой же заработок? Заработок, он должен, во-первых, постоянно, во-вторых, ну, ладно, это уже философия. Очень многие люди из тех, ну, будем говорить не то, чтобы уж очень многие, но значительная часть, она приходит на фондовый рынок, готовая проигрывать деньги. То есть они готовы просто заплатить за обучение, ну, условно говоря, да, обучение рынку. Вот, то есть они платят рынку, готовы понимать, что они какую-то часть проиграют денег, особенно в начале. И, может быть, это даже правильно, потому что вот те люди, которые начинали с большого выигрыша, они, как правило, начинали думать, что они уже посвящены во все тайны, начинали рисковать крупными деньгами. Ну, это стандартная, да, проблема психологическая. Как ни странно, больше людям везет, когда они немножко проиграют, начали. Ну, понятно, у них приобретает, появляется опыт, опыт потерь. Опыт, да, здоровый скептицизм в отношении себя и рынка. Который нужно анализировать и делать выводы. Я к тому, что сейчас рынок действительно может чему-то научить, просто рынок-то он никакой сейчас. На рынке на любом можно зарабатывать и учиться, как на нисходящем, так на восходящем. Конечно, самый неприятный рынок — это пила, так называемая. Зато он учит лучше всего. Потери самые большие, но учит лучше всего. То есть мы в качестве обычных... Да, когда вот эта пила вверх-вниз, вверх-вниз, примерно на одних уровнях. Учеба хорошая, но дорогая. Ну, ты сейчас рекомендовал бы, тем не менее, да, начинающему инвестору посмотреть на фондовый рынок и воспользоваться? Я рекомендовал бы людям входить, которые не просто нужны деньги, а которые готовы посвятить некоторую часть времени своих средств для того, чтобы по каким-то причинам, может быть, по чисто романтическим, вот игра на фондовом рынке — это прикольно, интересно. Вот, то да, почему же нет? Вот, конечно. Ну, а с точки зрения, тем не менее, да, вот... С точки зрения заработать денег? Это всегда можно. На падающем рынке, да, человеческая натура устроена так, что они скорее готовы играть вверх, чем вниз, ожидать оптимизма, ожидать роста. Но, тем не менее, есть такое понятие, как игра от продаж, шорт, медведи, все это позволяет зарабатывать на нисходящем рынке ничуть не менее успешно. И в то же время, да? В смысле, и в настоящее время в том числе? Да, да. И в том числе и в настоящее время. И еще один вопрос все-таки, хотя, опять, время не так много остается на новостей, никак мы не укладываемся сегодня. Жаркий разговор. Классические инвестиционные продукты сейчас наверняка, да, чередуются с какими-то модерновыми, может быть, именно потому что, да, текущий рынок... Что это за модерновые продукты? Ну, есть продукты, которые предполагают частично, допустим, вкладывать в опционы, допустим, они страхуют... Структурные, как говорят, да? Будем так говорить, покупка каких-то бандов с четким купонным доходом, вот, на размеры этого дохода покупаются опционы, вот, которые при движении рынка угаданным движением рынка дают большую прибыль, при неугаданном... Дополнительную прибыль, да? Да, при неугаданном они уменьшают ее. Ну, все равно, человек не теряет, либо небольшой прибыль. Сейчас новости еще раз новую. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, продолжим мы его сухой остаток сейчас в эфире Финам ФМ. Я напомню, в гостях у меня Наталья Ишилова, главный аналитик Бинбанка, и Сергей Александров, начальник отдела продаж инвестиционных продуктов Банка Стройкредит. Ну, еще два слова, Сережа, добавим по структурным продуктам. Чем, собственно, сейчас заинтересовать инвесторов? Потому что инвестор, я сам лично общаюсь с инвесторами, он плачет, он говорит, друзья мои, ну нет возможности у меня заработать, пила это мне неинтересно ваша, я хочу, чтобы был тренд, я хочу, чтобы была доходность, в конце концов. А что вы мне предлагаете? Нет, ну, тренды доходности, это они вещи-то в общем-то не очень связанные, на самом деле, ну, чтобы выигрывать, зарабатывать деньги на тренде, но тут, Олег, вы уже извините, тут вообще, надо не только, не обязательно иметь что-то в голове, но и вообще. Главное, деньги иметь и купить. Да, не обязательно даже деньги иметь, просто периодически их покупать и продавать. Вот, на самом деле, ну, пила, ее не надо бояться, тем более, она не ярко выраженная пила, сейчас тренд все-таки есть, он нисходящий, но тем не менее, вот, если говорить, ну, мой же опять взгляд, который я не готов навязывать кому-то, вот, я думаю, что движение рынка все-таки продолжится в тренде, я думаю, что... В этом же нисходящем. Да, да, вот пока изменения не вижу, я думаю, что будем ниже, но опять же, опять же, это не значит, что я прав. Ну, как гласит один из, извините за пафос, как гласит один из постулатов технического анализа, да, что тренд скорее продолжится, нежели изменится, если у вас нет для этого оснований предполагать, да? Ну, ведь, да, и потом, ведь, точки изменения тренда, переломы, да, они ведь, если смотреть, они составят гораздо меньшую часть времени, чем продолжение, потому что он и зад с трендом, да, но поэтому, поэтому, почему будет... Ну, да ладно. И, Наташ, к тебе у меня сейчас будет вопрос, и вот, собственно, в продолжении, да, плавный переход я попытаюсь такое совершить. Действительно, да, заработать на фондовом рынке Российской Федерации сейчас крайне сложно, ну, если, опять-таки, не прибегать к таким классическим стратегиям, как работа в диапазоне, ну, или структурным продуктам, о которых Сережа рассказал. И на вопрос кого-то из инвесторов я отвечаю, а вы работаете на валютном рынке, там всегда есть движение. Да, движение всегда есть, и не всегда в ту сторону, которую человек хотел бы увидеть или рассчитывал. Это может случиться на любом рынке, да, не в ту сторону. Ну, да ладно, в конце концов, выбор, да, торговой площадки за инвестором всегда, но возвращаясь к теме валютного рынка, я хотел бы тебя попросить прокомментировать его, ну, на примере главной, как называют ее в таком случае, валютной пары, евро-доллар. Что вообще происходит сейчас, если говорить о глобальных трендах? Ну, вот евро-доллар, мы уже говорили о том, что он очень хорошо сейчас закрепился выше 1.30. Вот, в принципе, видели мы движение вверх недавно по евро и такое же резкое движение вниз после вот заявления ФРС, о котором мы уже тоже, собственно, поговорили. Сейчас, если смотреть глобально, то мы видим, что по доллару вот эта вот идея со сворачиванием мер ФРС остается, что укрепление доллара США, как мы уже говорили, в ближайшее время, скорее всего, будет продолжаться, если эта идея подтвердится. Причем на этой неделе мы ждем очень интересных данных по рынку США, по рынку труда США, который, собственно, смотрит ФРС, на который ориентируется. Прежде всего, да. Количество рабочих мест, созданных за месяц, предварительная статистика у нас выходит в среду, я думаю, что сегодня у нас такие не очень интересные движения по евро-доллару, а вот уже в среду, в пятницу, конечно, мы там увидим какие-то... Надо напомнить, что в четверг, 4 июля, день независимости, штаты вообще будут закрыты, и они, естественно, как такое бывает, да, после праздников они рьяно пускаются отторговывать какие-то идеи, да, если без них что-то случилось. Да, я думаю... То есть пятница может быть веселым днем. Пятница будет очень веселым днем, особенно вот исходя из данных, да, то есть, ну, мы ожидаем, в принципе, консенсус, прогноз стоит на то, что данные по рынку труда США выйдут неплохие, хорошие, это как бы подхолестнет дальнейшее укрепление доллара, и, на мой взгляд, все-таки... Потому что будет говорить о вероятности сворачивания куитрины. Да, на 1,28 по евро-доллару она сейчас вот актуальна все-таки пониже, да. Вот 1,30, ты абсолютно верно, я сейчас нарисовал на графике, 1,30 есть поддержка, причем ровненькая такая хорошая цифра, и раз, два, три, четыре, пять дневных свечек, ну, включая сегодняшнюю, если, конечно, ничего не произойдет до вечера, закрывается выше. Это серьезная поддержка. Ну, в принципе, ждем данных, да, то есть, если они подтверждают эту идею, то будет пробитие, если, конечно, они вдруг выйдут резко слабыми, то тут, может быть, какие-то там попытки отыграть, наоборот, вверх. Но, на мой взгляд, что пока все складывается в пользу укрепления доллара к евро. Вот даже интересная статистика по PMI, которая выходила по еврозоне, вот как раз вчера, мы видели, что, в принципе, индикаторы вышли такие хорошие на, там, Италии, Испании, на максимумах за два года, и никакого укрепления евро на этом, в принципе, не произошло. То есть, там, произошел какой-то небольшой рост, но это... Совершенно верно. То есть, евро не смотрит сейчас на то, что происходит внутри еврозоны, а смотрит на то, что происходит... Да, больше все-таки на США. ...на США. Кстати, надо еще напомнить, что в четверг заседание ЕЦБ по поводу процентной ставки, ну, если можно, два слова, Наташа. Я понимаю, что там интриги особой нет. Ну, да, действительно, интриги сейчас нет под ЕЦБ. Марио Драги там выступал недавно, сказал, что мы не ФРС, мы будем продолжать количество смягчения, мы ничего не планируем сворачивать. Ведь у нас есть программа скупки облигаций, которая до сих пор как бы не активирована, но в случае чего мы готовы. Ну, то есть, в принципе, я думаю, что тон заявления будет такой очень мягкий, глубинный, опять же, против евро, но никаких действий не последует. Я понял. Ну, а о прогнозах, если два слова, вот, учитывая все выше тобой сказанное, если динамик укрепления доллара продолжится, где мы увидим евро-доллар, ну, к сентябрю месяцу, например, я не говорю уж про конец года. Вот, кстати, к сентябрю уже, на мой взгляд, тут будет самая большая интрига, потому что ФРС несколько раз говорил о том, что мы не имеем каких-то конкретных сроков сворачивания программы, мы все-таки смотрим на статистику. Не имеем сроков и не имеем никаких планов, да, как это будет выглядеть. Поскольку денег мы будем, значит, да, там. То же самое и безработица, то ФРС ожидает снижения ее до 7% к концу года. Если мы посмотрим, чего ждут инвесторы, то они ожидают ее стабилизации на 7,5% к концу года. То есть кто будет прав, и это будет уже влиять на, собственно, сворачивать или не сворачивать. То же самое и Европа. В принципе, сейчас все надеются на то, что экономический рост, ну, то есть вот эта вот рецессия наконец-то закончится к концу этого года. Данные начали у нас выходить чуть получше. У них сейчас, по-моему, в районе 12, да, что-то? Безработица. Еврозоне ты имеешь? Да. 12, это в Италию, если я помню, уходила. Там по Германии 6,9, что-то такое. Ну, в общем, в целом. Поэтому, если мы увидим какое-то улучшение, то тут по евро-доллару, то может быть какие-то, ну, точка баланса уже как раз к сентябрю, на мой взгляд, может быть найдена. Ну, на какой отметке? 1,25, 1,28. Вот где-то в этом диапазоне, я думаю, что при таком сценарии будет попытка найти какой-то баланс по этой паре и, собственно, там, какого-то значимого дальнейшего снижения евро к паритету или еще к чему-то, я вот не жду. То есть о паритете говорить рано еще. Да, очень. Если вообще, да, логично о нем говорить. Так, хорошо, хорошо, значит. Ну, давайте американский рынок. Я единственное, что... Ну, тебе, наверное, прежде всего вопрос. Даже не касаемо американского рынка, никаких фундаментальных, понятно, что наверняка опять сейчас, да, на мой вопрос, а что происходит в Америке, да, вы дружно будете рассказывать про то, что там Федрезерв будет сворачивать, не будет сворачивать. Я исключительно картинку смотрю на индекс S&P 500, дневной график, и последний, ну, давайте без вчерашний, да, раз, два, три, четыре, пять, пять последних дневных свечек, это доджи. Причем забавно, что они прыгают, да, там, в пределах там 20-30 пунктов, одна снизу, потом это сверху, следующая сверху, сниже, вот такая картинка техническая, она вообще может о чем-то сказать, Сереж? Ну, я бы так сказал, мне она говорит о том, что есть некоторая неуверенность в действиях. Возвращаясь вот к статистике, я обратил внимание, что очень часто в последнее время выход глобальной вот такой значимой статистики по росту промышленного производства, по безработице, она, будем говорить, уточняется потом, уточняется... Пересматривается, да? Ну, можно сказать, пересматривается, да, ну, такое есть выражение, уточненные данные, да, и вот они довольно часто, так сказать, идут в разрез с первоначальными. То есть, на мой взгляд... А уточняются, как правило, куда? В сторону понижения или в сторону повышения? Улучшения или ухудшения? Ну, я не готов так глобально говорить, зачастую в сторону ухудшения, скажем так, но, опять же, тут ухудшения, смотря для чего, да, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда интересы экономики и интересы фондового рынка, они демитрально предположены, то есть, то, что плохо для экономики, получается хорошо для фондового рынка, вот, поэтому, опять же, то, что неважно для экономики, оказывается зачастую, что это стимулирует фондовый рынок на очередное, так сказать, движение вверх. Он, как правило, бывает краткосрочный, потому что он явно спекулятивный и зачастую неоправданный, да, то есть, как бы, так и логически рассуждая, это довольно-таки странно, да, вкладываться в экономику, которая показывает все худшие и худшие результаты, вот, это объясняется с точки зрения, что, тем не менее, она все равно сильнейшая, тем не менее, первая будет выходить из кризиса. Да, 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 но объяснений много у нас. Да, объяснений много, но, тем не менее, все это происходит. Я думаю, вот эта вот динамика, которая, ну, будем говорить, все больше и больше удивляет в плане, там, теханализ, да, какие-то сигналы, она именно говорит о том, что современный фондовый рынок очень сильно удалился от реальной экономики. То есть, у них даже интересы разные. Совершенно верно. Ну, вот, я это так воспринимаю. Я понял, я понял. Ну, и последний вопрос нашего слушателя, давайте на него ответим, поскольку у нас там совсем немного времени. Андрей пишет, по совету, пожалуйста, что делать с наличными евро. Наташа, что делать с наличными евро? Вопрос, конечно, интересный и непонятно, если честно, сумма наличных евро, цели вообще сбережения наличных евро. Ну, представим гипотетически, у меня, у Андрея, точнее, да, есть какая-то сумма наличных евро. Ну, наверное, если они в наличном виде, то, может быть, подразумевалось какое-то время назад, что я храню свои сбережения именно вот в наличных евро. А сейчас... То есть, доходы они не приносят там депозитного? Наверное, нет, потому что если они наличные, значит, они под подушкой лежат. Что с ними делать? Я считаю, что действительно самое логичное, если человек ездит отдыхать, потихонечку, собственно, эти наличные евро тратить. Потому что неработающий актив, он в любом случае, ну, не интересен. И хранить наличные евро в ожидании того, что европейская валюта... Как, кстати, и любые другие наличные, да? Да. В любом случае, их надо во что-то вкладывать. То есть, хранить наличные евро в расчете на то, что сейчас евро к рублю начнет какими-то там сумасшедшими темпами дорожать, я бы явно не стала. То есть, либо переложиться хотя бы на депозит, хотя бы, либо просто тратить постепенно на какие-то там... Да, если есть особая приверженность к евро, то, по крайней мере, можно действительно рассмотреть вложения под какой-то процент. То есть, именно на банк депозит в евро, да? Ну, если уж вот евро хочется человеку, да, но если вот, если, я так понимаю, речь идет о том, что нужны ли вообще мне евро, да, то мой ответ нет. Либо потратить их, либо поменять их на доллары хорошо. Смотрите, а вот сейчас, если рубль ослабляется, ведь он ослабляется и против доллара, и против евро, да, 43 уже недавно было. Ну, конечно. Ну, да, но это вопрос ожиданий дальнейшего ослабления рубля. Мне сейчас кажется, что он где-то около максимума, в принципе. И по доллару, и по евро, и по корзине. Просто временного диапазона, да, там уже. Можно ждать, допустим, пять лет, сидеть с этими наличными евро и ждать, что дальше будет чем-то что-то хорошее. А вообще, опять, извините уже за банальный вопрос, он часто звучит и в эфире, и вам наверняка его задают, если брать три самые популярные валюты, доллар, рубль и евро, какие были бы, с вашей точки зрения, предпочтения, с точки зрения сохранения, опять, с точки зрения сохранения, Наташа. Ну, вот, для меня сейчас, как для российского гражданина, мне кажется, рубль достаточно интересен для простого обывателя, потому что, действительно, ставки неплохие, относительно инфляции позволяют сохранить, приумножить, достаточно стабильная доходность, спокойная. Зарабатываешь в рублях, тратишь в рублях, правильно? При этом, если, действительно, человек как-то привержен каким-то теориям заговора и ждет того, что там в скорое время рубля бы сцениться, можно отложить какую-то часть, да, там, переложить доллары в евро, ну, на мой взгляд, интереснее доллары, вот, все-таки, потому что мы говорили об этом укреплении американского доллара к большинству валют, и, собственно, там, положить их точно так же на депозит можно тоже найти. Спасибо, спасибо, Наташа, спасибо, Сергей. Уважаемые слушатели, сегодня в студии сухого остатка Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка, Сергей Александров, начальник отдела продаж и инвестиционных продуктов банка «Стройкредит». Я благодарю вас, уважаемые коллеги, вам, уважаемые слушатели, тоже спасибо за внимание и за то, что вы с нами, как всегда, мы услышимся завтра, успехов на рынке, до свидания. Спасибо, что добро.